Глава шестнадцатая Я почему-то думал, что время у меня еще есть. В смысле, от границ Иротуга до этого озерного города мы шли больше трех недель. И я почему-то был уверен, что и до границ со степью мы будем идти не меньше. Ошибся, дошли за неделю. И это несмотря на то, что караван, в котором мы топтали, насчитывал больше сотни человек, согнувшихся под тяжелыми тюками. Царь царей Лиакай посылал караван. Правда, в караване, том, больше половины состава были воинами, а количество товаров, по сравнению с обычным, было чисто символическим. Но совсем уж послать ничего он не мог. Торговля дело безжалостное. Ну и ясное дело, помимо носильщиков, воинов и нескольких приказчиков с караваном шли мы. Трое. Я был против. Даже чисто из гуманитарных соображений. Тащить с собой девчонку на подобное задание было полным бредом, о чем я не применил сообщить всем, желающим данные сообщения выслушать. Алганхи лишь пожал плечами. Если человек племени желает кочевать с племенем, а наше опасное предприятие он воспринимал именно как обычное кочевье, пусть и по абсолютно новым местам, то как можно ему это запретить? Опасно? Ты какой-то странный. Вся жизнь опасна. Тот ассакат тигра может съесть. Нету тигров? Ну, тогда еще какая-нибудь беда приключится. Лучше пусть уж под нашим присмотром будет, потому как доверять своего человека этим горским? Да нет, нормальные, конечно же, люди. И ей родня. Но ведь не сипняки же. Вон, в прошлый раз, кабы не мы, сгинула бы девчонка. Так что лучше пусть уж с нами кочует, чем живет в этом отвратительном скоплении домов и людей, где каждый день видишь одни и те же пейзажи. Неудивительно, что все они тут такие малость сумасшедшие. Дедушка Лиакай лишь многозначительно промолчал и сказал мне что-то утешительное. Статистик, как обычно, взял верх над добрым дедушкой. Некий арифмометр в его голове прокрутил своими колесиками и выдал результат. Что если ассакат уже третий день устраивает истерики, требуя взять ее с собой, проще уступить, чем затевать скандал. Тем более, что подобных внучек у него не меньше десятка. Одной больше, одной меньше. А одно только присутствие члена царского рода и не одного рода на переговорах с прибрежных племен, придаст им куда более солидный и весомый вид. Так что грех не воспользоваться такой возможностью. Тем более, что мордуй и так у него на крючке, поскольку без посланных ему воинов против верблюжатников не выстоит. И даже если верблюжатники уйдут, будет по гроб жизни обязан улоту за оказанную помощь. Опять же, еда. Дело-то уже скоро к осени, а вместе с армией Лиакай посылает мордую и еду. Мордуй будет есть со стола царей Лиакая. Это ж такие политические и торговые перспективы. А? Что? Кто? Асакат? А? Ну да. Асакат. Да пусть сделает, что хочет. Не до нее сейчас. Артай? Если царь царей улота доволен и даже обещает послать своих людей на помощь, то пусть сделает со своей внучкой все, что угодно. Хоть в яму со змеями бросает, хоть рыбом скармливает. Его долг перед мордуем и олидикой выполнен. А Асакат? Он оставляет ее в надежных руках приемных братьев и дедушки. Сама Асакат? Ты помнишь, как тяжело было в степи? Ты помнишь, как страшно было, когда мы дрались с верблюжатниками? А жажду? Многодневную жажду под раскаленными лучами солнца. Ты помнишь? Оставайся с дедушкой. Тут хорошо, тут много еды, много воды и веселья. У тебя будут служанки, подруги и... Вот только не ныть. Не ныть, я сказал. Лучше уж ори, как вчера, и посудой кидайся. А вот этих слез не надо. Да и хрен с тобой. Делай, что хочешь. Увы, у девчонки оказалось слишком много родственников, которыми она крутила, как хотела. А значит, и возможностей для маневра. Она могла быть племянницей мордуя, могла внучка или Акая, или нашей сестрой. Конечно, случись такая необходимость. Все три рода, если бы на совет и за пару-тройку дней, ссылаясь на обычаи и учитывая взятые из легенд прецеденты и количество штыков в армиях, выяснили бы ее гражданство. Но кто станет тратить пару-тройку дней ради счастья взвалить на себя заботу о взбалмошенной девчонке? Правильно, никто. Так что к кому прибьется, те пусть с ней и таскаются. Эти двое? Ну и ладно. В местных условиях, с почти военной дисциплиной внутри каждого рода, когда даже принцессы не вылезают с кухонь и из откацких станков, а многие бабы за жизнь ничего кроме собственной деревни не видят, соплячка почувствовала невероятную свободу и возжелала приключений. И единственной возможностью нам от нее избавиться было выдать замуж. Тем более, что и возраст был подходящий. Но стоило мне об этом заикнуться, Асакат устроила такую истерику, что я позорно бежал, предпочтя смириться с ее неизбежным наличием в нашей компании. Но Асакат не была главной проблемой насущного момента. Ею были верблюжатники. И заданная Лиакаем задачка. Потому почти все свое время я проводил с Витоки. Забавный, надо сказать, парнишка был этот Витоки, которого я быстро переименовал Витька. Сам он, по его словам, был родом из одного из прибрежных племен. Судя по роже, блондинистости и языку, прибрежные тоже были народом похожего корня, что и степняки с горцами. По крайней мере, когда я велел ему поговорить со мной на своем, услышал вполне узнаваемую речь, хоть и загруженные кучей непонятных слов, что и неудивительно. Иной быт, иные слова, разделившиеся по образу хозяйствования народы, создают свою речь. Когда пришли верблюжатники, прибрежным ребятам снова пришлось разделиться. На этот раз на пугливых, но умных, и смелых, но по большей части мертвых. Пугливые и умные при приближении врагов тупо сели на лодке и удрали куда подальше. Ну а смелые полезли в битву. И, естественно, были биты. Витька подвело его малолетство. Он не послушался умных родителей и рванул с храбрыми дураками. Малолетство же его и спасло. Всех более-менее серьезных противников верблюжатники пустили под нож, а малолеток, вроде него, выживших, но попавших в плен, пристроили вкалывать по хозяйственной части. Вкалывал Витек где-то около года, таская грузы, выполняя всякую грязную и непрестижную работу, в том числе и ухаживая за скотиной. Например, перегоняя скот. А ведь попадись он мне месяца четыре назад, когда мы порубили тех пастухов, вдруг подумалось мне. За это время и успел малость наблатыкаться говорить по верблюжачьи. А когда его хозяева поперлись в горы, удачно сделал от них ноги, ведомый семейными байками о какой-то бабушке, удачно сбагренной, замуж куда-то в горы. Подозревать, что Витек врет про бабку, не приходилось. Для местных, неважно, степняков, горцев или тех же прибрежных, родня дело святое. О таком не врут. Другое дело, что искать эту бабку, даже если предположить, что она жива, можно было всю оставшуюся жизнь. Витек, прямо скажем, не был настолько важного рода, чтобы память о данном замужестве вошла в аналы истории. Но мудрый Леокай сразу, в отличие от многих других, оценивший ценность данного кадра, признал Витька своим и пристроил жить поближе к своему двору. Или уж скорее к озеру в озерном флоту, время от времени вызывая для частных бесед с целью выудить побольше информации о врагах или уточнить какие-то моменты из его рассказов. Кстати, именно Витек на том самом перу пытался разговорить меня. Для начала, как он мне рассказал, полевая издали самыми отъявленными ругательствами, которые вызубрил, находясь в плену. А затем уж обратившись напрямую. Тест я сдал. И вспомнил про него, когда Леокай, сделав мне свое предложение, пообещал и всю возможную помощь, материальную и интеллектуальную. Я спросил про человека, говорящего на верближачьем, и получил Витька. Леокай, окажется, это не очень порадовало. Данный кадр был нужен ему самому. А вот сам Витек был в полном восторге. Похоже, год плена так и не смог выбить из него дурь и тягу к приключениям. И возможность попутешествовать со степным вождем, завалившим самого Анаксая, его шаманом и сестрицей-принцессой-красавицей. Видел я, как он на нее взгляды кидает. И хотя она, похоже, старше его на пару лет, сдается мне, Витек ее пожилой тетенькой отнюдь не считает. Вот мне заботы. Теперь и за этими доглядывать. Ну а пока я учился у Витька верближачьему, заодно вызнавая особенности быта и обычаи этого племени. Вот только одна беда. Верближачий он знал на уровне «перенеси-подай», «пшел вон рыбьем мордом верблюжий кал». Попытайся я выдать себя за верближатника с таким багажом знаний, уподобился бы крутому голливудскому шпиону, который, говоря с диким акцентом по-рюсски, выдает себя за местного, стоя летом на Красной площади в Треухе и Валенках, к тому же будучи по рождению негром. То же самое и с обычаями и бытом. Все они постигались мной, переломленные как об колено, через линзу восприятия Витька. Хотя, какая линза? Это слово подразумевает нечто прозрачное и аккуратное. В голове же Витька была сплошная каша, и каждое его утверждение приходилось, старательно почиков бритвой Аккама, долго процеживать сквозь фильтр здравого смысла и собственных наблюдений. Так что пока, со слов специалиста по верближатникам, я знал, что они были народом неправильным и дурным. Особенно их дурь по наблюдению Витька выражалась в готовности резать друг дружку из-за каждого пустяка, вроде сна на посту, украденной овцы и прочих мелочей. Об этом он мне поведал первым делом, как о самой баснословной неправильности в обычаях верближатников. Его можно понять. Степники могли убить друг дружку в приступе ярости, хотя, как правило, такое случалось крайне редко, ибо слепая ярость удел слабаков, а слабаки вымирали до совершеннолетия, зачастую как раз из-за приступов слепой ярости. Также естественный отбор убирал до совершеннолетия тех, кто мог бы серьезно проштрафиться. Коли ты не научился не спать на посту, тебя же первого тигр и сожрет. Вороватого подростка его же сотоварищи будут лупить до тех пор, пока либо не выбьют из него эту склонность, либо саму жизнь. Так что взрослых воров не было. Трусость? А что это такое? Трусы умирали еще во младенчестве. От страха. Жизнь степников была проста, незамысловато, а врагов вокруг было достаточно, чтобы еще и пакостить тем, кто живет рядом с тобой. Внутри рода убиваешь и крадешь у себя, а весь мир снаружи – это твои охотничьи угодья. Там можно делать что угодно, никто не осудит. Так что казней за проступок или нарушение обычаев – такого у них практически не было. Ну а самый крайний случай – серьезно проштрафившихся просто изгоняли из племени, и это было горше смерти. У угорских ребят, насколько я мог понять, тоже были схожие обычаи. Или скорее уж роль играло небольшое количество серьезных запретов и их разумность, проверенные временем. Убил? Ну если убил в честной драке, тебе только почет за возрастание маны и обязанность заботиться о семье убитого. Стащили овцу? Нефиг было клювом щелкать. Впрочем, если докажешь, что твоя, получишь обратно, да еще и с Вирой. Залез на чужой участок? Так есть куча видоков и старейшин, которые вовремя поправят взорвавшегося кадра. Не заплатил налоги? Спи спокойно, потому что есть теперь будешь со стола царя царей. Войны угорских были скорее мужской забавой и экстремальным видом спорта. Так что железной дисциплины не требовали. Никто под покровом ночи не подкрадется. А если кинул строй и побежал, этот позор будет тебе худшим наказанием, чем сама смерть. А вот у верблюжатников, и это я заметил еще тогда в степи, с дисциплиной было все в порядке. Регулярные патрули, четкая охрана, налаженная служба снабжения. Все это говорило об опытной армии, не один год, а в местных условиях может и не один десяток лет, проведшая в бесконечных походах и сражениях. А тот факт, что про эту армию и эти сражения до недавних пор никто не слышал, говорило о том, что пришли они откуда-то очень издалека. И если верить утверждениям Витька, что верблюжатники неплохо умеют пользоваться плавсредствами, возможно и приплыли. Вроде как европейцы в один безрадостный для местных аборигенов миг приплыли к берегам Америки, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это, кстати, был почти идеальный вариант, объясняющий практически все загадки, кроме одной, где сейчас те огромные корабли, на которых можно было бы перевезти столько верблюдов. И вот на нас снова пахнуло степью. Вкус ветра был не очень привычным. Даже я явственно чувствовал привкус соленой влаги и запаха йода, приносимые южным ветром. Зато это была степь. И мой приятель Ганки просто-таки расцвел, будто подснежник в марте. На радостях он даже припустил нарезать круги вокруг нашего каравана, будто бы мы были старшими братьями, а он нашим пастухом. Я орал на него и требовал поберечь ногу, а это двухметровое дитя вызывало меня и всех остальных играть с ним в салочки и носиться на перегонке. Иди ты нахрен, я за тобой даже за хромым не угонюсь. Хотя внезапно почувствовал, что собственные ноги желают припуститься по степи ровной рысью. Вот оно, тлетворное влияние дикарской жизни. Впрочем, очень скоро ногам нашлась работа. Мы с Алганхи вызвались идти на разведку, поскольку возле основных путей еще могли стоять верблюжатники, отряд наш прошел какими-то обходными тропами. И теперь нам придется переть по целине, без всяких троп и дорог. Что для нас с Алганхи было делом привычным, потому что мы – он, и вызвались идти на северо-восток, туда, где лежали привычные дороги, чтобы посмотреть, что там нонче верблюжатники вытворяют. С нами вызвался идти заместитель командира отряда воинов, еще довольно молодой парень по имени Ревмал. И, жертва шила в заднице, Витек. Я, конечно, согласился. Во-первых, они будут задавать скорость, так что мне не придется выбиваться из сил, гоняясь за своим быстроногим, но туповатым вождем. А во-вторых, в случае чего, как говорится, мне не обязательно бежать быстрее медведя, достаточно бежать быстрее тебя. Шутка. Почти. Все равно Алганхи в драку полезет, а я за ним. А жаль. Увы, к моему сожалению, Ревмал тоже оказался неплохим бегуном. Нет, конечно, со степняком ему было не сравниться, но вот со мной он бежал вполне на равных. Витек тоже от нас сильно не отставал. Недостаток навыков в беге компенсировался у него молодостью и пришпоривающим эффектом, которое оказывало шило в заднице. Так что уже через пару дней мы вышли к дороге. А уже к обеду нашли очередной лагерь верближатников. Для Ревмала это был повод вернуться назад. Все пропало, путь закрыт. Но я настоял на более детальном обследовании местности. Мы разделились и обошли лагерь по большому кругу. Как я и подозревал, других лагерей в округе не было. А язык Алганхи оказался таким же быстрым, как и его ноги. Так что насчет пленника первым высказался он. Видать, ему не терпелось влипнуть в очередные неприятности. Вот только мои планы были несколько иными. Не в том смысле, что я пытался как-то радикально избежать неприятностей. В конце концов, в чем-то алганхи прав. Жизнь – штука опасная, и схлопотать от нее перо в бок или камнем по маковке можно было в любом месте. Скорее, то, что задумал я, в случае неудачи, сулило куда больше неприятностей. Зато, если моя задумка сработает, можно будет довольно быстро вернуться к Лиакаю с отчетом о проделанной работе и пачкой счетов, требующих немедленной оплаты. И для этого не придется ходить за 3-9 земель. Каждую секунду рискует схлопотать копьем в брюхо или ледорубом в темечко. Впрочем, пленник язык моему плану не мешал, скорее даже помогал, учитывая наличие переводчика в лице Витька. Только вот в выборе этого пленника надо было действовать крайне осторожно, чтобы не спугнуть верблюжатников раньше времени. Также осторожно, как и убеждать членов своей разведгруппы послушаться моих ценных рекомендаций, без того, чтобы сразу огласить весь план. Потому как есть веские подозрения, что его, мягко говоря, не примут. С пленником вышел голимый цирк. Брали-то мы его той же ночью. Причем все мое участие фактически ограничилось тем, чтобы ткнуть пальцем в отходящую от лагеря четверку пеших вояк. Судя по направлению, это была фуражная команда, посланная к дальним выпасам. Мы уже знали, где они. За очередной отары овец. Как я понял, стояли тут верблюжатники уже с начала лета. И их скот подожрал всю зелень вокруг лагеря с трех сторон. Четвертое, видимо, предназначалось для дежурных верблюдов. Даже в этом у верблюжатников полный порядок. Потому отары овец и стадо овцебыков паслись уже почти в дневном переходе от лагеря. Мы проследили наших жертв даотар. Дождались, когда они сформируют стадо и отгонят его в сторону от основной массы, дабы не париться с этим поутру. Дальше уже работали алганхи с ревмалом. Или скорее уж алганхи, который, используя старые степные навыки по выслеживанию тигров и вражеских дозорных, незаметно подкрался к костру и грохнул трех дремавших возле него вояк. А вскочившего и изготовившегося к бою четвертого, которого он условно посчитал главным в этой команде, отвлек на себя ревмал, которому, видите ли, западло было воевать под покровом ночи, да еще и напав внезапно. И как тут с такими чустюлями полноценную партизанскую войну вести? Его и на эту операцию удалось уговорить лишь доводами о том, что верблюжатники не настоящие люди, а захват пленного – это не настоящая война. Так что пока ревмал выплясывал перед растерявшимся верблюжатником танец вызова на смертный бой, алганхи умудрился выбить у того из рук копье и свалить его на землю, подбив древком копья ноги. Затем мы быстренько повязали супостата и увели на несколько километров в сторону для экспресс-допроса. Допрашивали долго. Нет, не потому, что нам попался особо идейный фашист, из которого даже стоны пришлось бы клещами вытаскивать. Говорил пленный охотно, но я и даже Витек его почему-то не понимали. Ну, то есть Витек еще что-то понимал, но только частично и кажется не совсем правильно. В общем, сильно упал Витек в моих глазах в качестве переводчика. Пока не выглянуло солнышко и не осветило светло-рыжие лохмы пленного и его типично степняцкую физиономию с характерными ритуальными шрамами. И тогда я снова включился в беседу, заговорив с пленным на степном диалекте. Взаимопонимание пришло очень быстро. Конечно, были некоторые неясности, но не более, чем при разговоре москвича с каким-нибудь архангелогородцем. Некоторые специфические слова и говор, а в остальном полное понимание. Звали его Наукхо. И был он когда-то вольным кочевником, откуда-то из далеких-далеких южных степей. Конкретнее он не мог сказать. Название, которое он называл, мы не знали, а длина пути, которым он сюда шел, характеризовалась числительным много. И наехали на эти далекие земли верблюжатники и побили многие племена, а оставшихся поставили перед выбором – либо служить им, либо отправляться в преисподнюю вслед за проигравшими. Племя Наукхо выбрала покорность. И началась у нашего героя и его соплеменников совсем иная жизнь. Поначалу их даже особо и не сторожили. В принципе, они делали то же, что и раньше. Кочевали, куда скажут. Только вот поперек обычных маршрутов. И сражались с встречными племенами. Вот только старших братьев приходилось по одному, по два отдавать на прокорм новым хозяинам. Алганхи скорчил презрительную мину. Да и племя становилось все меньше и меньше, тая в постоянных схватках. А когда от старших братьев остались всего один бычок до три коровы, а от племени пяток воинов и куча баб, их окружил отряд аио-теяков. Так называли себя сами верблюжатники. Верхом на ООО – сирич верблюдах. Старших братьев забрали в котел, воинов – солдаты. А баб, которые помоложе, оттрахали. А остальных прогнали в степь, где они, вероятно, и сдохли с голода. Ну а Мнаукхо начал постигать искусство быть пехотинцем-верблюжатником. Воевать в строю и работать. Драться, спать, есть и срать по указке командира. Тех, кто не выдерживал подобной нагрузки на психику, убивали без всякой жалости. Зато оставшиеся научились бояться своих командиров сильнее, чем врагов, и подчиняться беспрекословно любому их приказу. А что мы могли? – жалостливо бормотал Мнаукхо в ответ на презрительный взгляд долганхи. Они же демоны, сражаться с ними невозможно. Даже если убьешь одного-двух, на их место придет десяток и вырежет всех, кто был в то время рядом. Силе демонов можно только покориться. Мда, вот еще один случай естественного отбора. Человек покорный. А если бы был кто-то другой сильнее демонов, ты бы покорился ему? – спросил я, не означаю бедолаги. – Никого нет сильнее демонов, – обреченно ответил Мнаукхо. – многие племена вставали на их пути, и все они были либо уничтожены или покорились. – Улот не покорился вам и не покорится никогда, – западшего возразил Чистюля Ревмал. – Они сказали, что покорится, – по-прежнему уныло возразил пленник. – Они побили вас в степи, побьют и в горах. Просто на это уйдет больше времени. Прервав Ревмала, пытавшегося устроить кулачную дискуссию по поводу непобедимости бесстрашных воинов у лота, я спросил, а зачем тут стоит лагерь? И, увидев недоумение на лице Мнаукхо, уточнил, какие такие задачи выполняете? Вот уж правда, если дебил, то это надолго. Не мог сформулировать вопрос поточнее. Пленник начал подробно объяснять, чем он тут занимается в составе ограниченного контингента оккупационных войск. Тут было и конвоирование овец в лагерь, и копание нужников, и стояние на посту. Перечислено еще куча разных видов работ и обязанностей. А с какой целью тут вообще стоит лагерь? Бедолага, похоже, не задумывался. Это не его война, и не его дело, с какой стати начальство пожелало, чтобы он находился тут, а не где-нибудь в другом месте. А разным там тактикам да стратегиям бедный дикарь был не обучен. Так что догадаться о целях начальства не мог. Офигеть, как опустились ребята. Вдруг подумалось мне, ведь это же были степняки, привыкшие чутко сторожить свои стада и стойбище по ночам. Но видно, когда служишь из-под палки, даже собственную шкуру начинаешь охранять спустя рукава, раз начальство не видит. Повод задуматься. А сколько вас тут? Понимаю, что много. А вот, допустим, в твоем отряде, ну, в смысле, я употребил горское слово «отряд», которое степняк не знал. У племен отрядов не было, все дрались вместе. После долгих выяснений мы сошлись на «оикия», что и означало «отряд» на языке «аиотееки». Так сколько в твоем «оикия», человек? Во! Наухо ткнул мне под нос две растопыренные ладони, потом отдельно два пальца, что означало «двенадцать». А в других столько же? Долгий задумчивый взгляд в пустоту, потом утвердительный кивок. И сколько у вас в лагере таких «оикия»? Наухо опять надолго задумался. Бедолага. Я таки видел, как непривычные к такой работе мозговые извилины проворачиваются в его голове со скрежетом и скрипом, поднимая клубы годами слежавшейся пыли. Но в результате он поднял пятерню с одним поджатым пальцем. Есть контакт. Однако я что-то заподозрил, сравнив данную информацию с размерами лагеря, и уточнил, они все такие же, как ты, или есть «аои-тиеки». А если есть «аои-тиеки», то сколько из них ходит пешком, а сколько ездит на демонах «оу-оу-оу». Бедолага, кажется, напрочь завис. Ревмал даже попытался оплеухой разогнать его мысленный процесс. Но я не позволил, боясь повредить столь хрупкий разум. Наконец поднялись заветные два пальца на одной руке и один на второй. После недолгой уточняющей расшифровки, получалось, что помимо четырех дюжин набранных вояк, было две дюжины пехотинцев из коренных «аои-тиеки» и одна дюжина верблюдоездов. Нам наукхам было больно смотреть. После такой умственной работы он явно чувствовал себя выжатым и глубоко несчастным. Но убивать я его не дал. Не потому что пожалел, просто он мне еще был нужен. Зато подумай, какая будет великая слава. Все горы будут говорить о тебе, как о победителе демонов. Все горы будут говорить, что я победил нечестно. Вот и как работать с подобными кадрами. А ведь Лиакай отрекомендовал мне этого кстоя, как одного из самых толковых своих командиров. Но, похоже, этот толковый, ничего более толкового, чем построить своих вояк в шеренгу и, заранее объявив врагу о намеченном внезапном нападении, с песнями и плясками идти в атаку, придумать был не способен. А ведь план был так хорош. Уводим ночью верблюдов. Алганхи и я наверняка с этим справимся. А потом на рассвете нападаем на полусонный лагерь и громим вражеские уякия. Но все уперлось в тупую приверженность традициям кстоя и других горских вояк. С таким же успехом я мог предложить современным нефутболистам прихватить на матч бейсбольные биты или одолженные у команды биатлонистов винтовки. Выгоду от уничтожения вражеской команды, преграждающей им путь к воротам, они, конечно, оценят, но все равно не согласятся, ибо есть правила, и их надо соблюдать. Девять, десять, аут. Налетев лбом на каменоголовых поборников воинских традиций, я нокаутировал сам себя. Как и уговаривались с Лиакаем, нашел слабое место. Только вот не у верблюжатников, а у его собственных вояк. Им пофигу было, что родина в опасности, что верблюжатники не настоящие люди, а скорее демоны, к тому же сами не соблюдают кодекс пяти добродетелей и правильные традиции. Для этих снобов главное было не опозориться в собственных глазах и глазах собратьев. Как все спортсмены, они были весьма ревнивые к славе, болезненно реагируя на то, что люди скажут. А скорее готовы были героически тупо помереть, находясь в невыгодном положении, лишь бы про них не спели позорящую былину. А я таких тут наслушался. Лучше уж героическо-трагическую, в конце которой прекрасные девы оплакивают смерть павших в неравной битве героев. И после этого я тут дебил. Короче, полный облом. А драться в честном бою было бессмысленно. Семь дюжин вояк, из которых одна будет на верблюдах, расколотит нашу сотню, из которой половина насильщики. В пух и прах. И даже если мы с алганхи уведем верблюдов, все равно силы слишком неравные. Но уходить просто так не хотелось. Даже помимо того, что опасно оставлять за собой вражьи войска. Ведь тут идеальный испытательный полигон, на котором можно относительно безопасно отработать методику войны с верблюжатниками. Пробежав пару десятков километров и отдохнув душой, Наукха, после долгих наводящих вопросов и десятка тычков, вспомнил, что ближайший лагерь верблюжатников находится где-то много дней пути отсюда. Мол, ушло остальное войско, а их тут оставили. Зачем? Он не знает. Так что по всему выходило, что войско верблюжатников, наткнувшиеся на сильное сопротивление в одном месте, прошло по степи, вдоль горного хребта на северо-восток. Именно их мы с Алганхи и видели ранней весной. А тут оставлен небольшой лагерь, дабы обозначить присутствием и приглядывать за непокорными горцами. А значит, если мы начнем этот лагерь громить, на помощь этим воякам никто не придет. Вопрос только, как их громить при таких унылых раскладах? Как я понял, воинов у Лиакая осталось не так уж и много. Учитывая тех, что он послал воли Дику и эту полусотню, остается еще сотня другая, необходимая для охраны крепостей на границах государства. Можно, конечно, еще и ополчение поднять. В конце концов, тут каждый мужик военнообязанный и хранит дома набор из копья, щита и топорика, либо клевца. Только кто тогда будет убирать урожай, пасти овцы кос и вкалывать в мастерских? Так что помощи от Лиакая мне ждать не приходится. И исходя из этих соображений, разгромить верблюжатников надо собственными силами. Слишком неравными, как оказалось, силами. А как же их уравнять? По старому доброму разделяй и властвуй. А значит, надо каким-то образом воздействовать на те четыре дюжины насильно забритых в пехоту степняков, убедив их, что мы сильнее, чем нагнавшие на них ужас верблюжатники. А для этого нам, как минимум, надо разбить их на глазах у широких масс общественности. Ага, и былину потом об этом спеть. И не по очкам, а чистым и сокрушительным нокаутом. Думай, голова, думай. Блин, вяжет в ответ голова. Чего ты от меня хочешь? Я, знаешь ли, Академия Генштаба не заканчивала. И всякие там тактики-стратегии знаю исключительно, по схемам в учебнике истории, да по голливудским фильмам, которым, как известно, любому уважающему себя профану верить нельзя. А я вообще не военно обязанный. У меня плоскостопие и справка о плоскостопии. Мысленно орал я ей в ответ. Однако воюю. Вон, весь скальпами, как Киркоров, блестками увешан. Кино, говоришь? Глава семнадцатая Если вы думаете, что мне сейчас было страшно, так вот, скажу я вам, уже нет. Скорее я испытывал облегчение, что все наконец-то кончилось. Или вот-вот кончится. Потому что первый раз в жизни стоять в строю других вояк, судорожно пытаясь утереть плечом капающий со лба пот, чтобы не отрывать рук от сжатого в них протазана и глядеть на несущихся на тебя верблюдов было фигней по сравнению с тем, что мне пришлось пережить за последние девять дней. А верблюды были реально жуткими. Даже когда на тебя прет толпа людей, это уже страшно. А когда на тебя несется стадо животных под три метра ростом, да еще и с сидящими на них всадниками, тут уже реально душа мгновенно уходит в пятки. И единственное спасение, даже не столько от верблюдов, сколько от паники, строй из нескольких шеренг. Первой шеренге вроде как некуда бежать, сзади их подпирают товарищи. А второй и третий не так страшно, потому что между ними и врагом стоит первая шеренга. Вот только так, сбившись в плотный строй, из которого не выскочишь и выставив перед собой длинные копья, им можно отразить атаку кавалерии, хоть на верблюдах, хоть на слонах. Последнее утверждение не столько руководства по противослоновой обороне, сколько попытка дебила подбодрить себя. Автор не рекомендует читателю использовать подобную тактику против слонов. Увы, во всем этом есть слабое место – фланги. Когда до несущегося на нас строя верблюдов осталось меньше 20 метров, я краем глаза заметил, как наши фланги потекли. Сначала тоненьким ручейком, затем разрушительным потоком. Удерживать я их даже не пытался, и когда почувствовал, что по бокам стало как-то неуютно свободно, и сам припустил, что есть мочи, удирая от несущейся на нас смерти. Все, что я мог теперь – это молиться, чтобы сработало. Раньше считал всяких там продюсеров откровенными паразитами и бездельниками. Ну, вроде артист поет или пляшет, а этот только бабло гребет, нифига не делая. Поучаствовав в организации всего лишь одного сражения, я свое мнение резко поменял. Это ж сколько народу надо уговорить, сколько разных мелочей учесть и подготовить. Те же Ксой с Ревмалом вели себя, как и распоследние зазвездившиеся звездуны, выкатив мне райдер из кучи пунктов, а иначе категорически отказываясь выступать в моем шоу. И битва-то должна начаться при свете дня, и формальный вызов должен быть послан, и драться нужно честно. И спасибо, что хоть искать в степи ароматизированную трехслойную туалетную бумагу эти задницы для себя не потребовали. Конечно, сложнее всего было с последним пунктом. В смысле не про бумагу, а про честно. Я долго выяснял, что по их представлениям честно, а потом еще дольше уговаривал малость расширить рамки этой честности, подогнав их к суровым условиям реальности. На уговоры ушло почти два дня, и наконец они согласились, но смотрели на меня так, будто затраханием овцы застали. Зато за эти два дня я получил подходящий заряд злобы, который почти весь достался бедолаге Манаухо. Если этот парень выживет, клянусь, сделаю все возможное, чтобы выбить ему тепленькое местечко, где-нибудь при дворе Алиакая. Парень явно не заслужил столько бед на свою пустую головушку. Мало ему верблюжатников, так еще и я тут. Правда, часть работы сделали Асакат, особенно Асакат. Наконец-то ее болтливый язык был задействован в мирных целях подготовки массового человекоубийства, Витек и Лганхи, которые все эти два дня объясняли пленному, какой я великий и ужасный шаман, развешивая на его ушах кошмарные истории про мои подвиги, особенно про исход из Иротуга. Так что к тому времени, когда подошла его очередь, клиент был уже полностью дозревшим. Запугивать его не пришлось. Я даже постарался как-то сгладить эффект своих действий, объяснив ему, что сделал его изображение исключительно для того, чтобы помочь в трудную минуту. Однако, учитывая запрет на изготовление подобий, глиняная фигурка бородата лохматого раздолбая в узнаваемом драном халате и кожаном шлеме оказала на бедного дикаря воистину сногсшибательный эффект. Своё изображение в зеркале он, конечно, в жизни не видел. Но вот халат и шлем узнал. А узнав, отшатнулся с такой силой, что не смог удержаться на ногах. А потом, наверное, с полчаса пребывал в ступоре, мелко дрожа и испуская странные звуки. А затем на нервной почве его пробило на жор. И мне пришлось кормить ему почти целую овцекозу, чтобы он успокоился. Только ближе к вечеру удалось нормально поговорить с ним, дав подробную инструкцию на все случаи жизни. На все, которые я смог предусмотреть. С тем и отпустил в Освояси. Но единственное, в чем я был уверен, это, что меня он боится теперь сильнее верблюжатников. А вот насколько успешна может быть его миссия, оставалось только догадываться. Ух, самое время вздохнуть и расслабиться. Вроде самые главные дела утряс. Кренушки. Пришлось еще разок сбегать в сопровождении Лганхи к лагерю верблюжатников. Посмотреть местность и выбрать позиции. Потом незадача. Нигде нет подходящих материалов. Пришлось самостоятельно организовывать поиски какой-нибудь рощи или перелеска. Потом репетиции. Снова уговоры, что так тоже честно. Снова репетиции. Отработка ночных переходов. Решение вопроса, как незаметно подойти к вражеским позициям. Оставшись при этом честной девушкой. Уговоры не тащить с собой все доверенные им царем царей товары. А заныкать их в укромном месте. Выставив минимальную охрану под предводительством доблестной Асакат. А то она, видишь ли, тоже возжелала поучаствовать в битве. Воительница Хренова. Еще и ее уговаривать пришлось. Совсем девка от рук отбилась. Как я успел все это сделать за какие-то 9 дней, это просто чудо. Хорошо, хоть ли Акай дал своим воякам инструкции подчиниться моим рекомендациям. Иначе бы вообще ничего не вышло. Они и так пытались саботировать меня на каждом шагу. Пытаясь доказать, что рекомендации и приказ – суть разные вещи. Только какому-то там сраному полупервобытному вояке не переговорить мощный интеллект 21 века. Хоть пару раз пришлось тупо продавливать свои ценные указания под угрозой пения и танцев. И главное, ребята ведь были совсем не против идти в неравный бой с врагом и героически в нем погибнуть. Если бы не их желание подраться с верблюжатниками, вся эта затея провалилась бы на стадии задумки. Просто они считали, что должны драться по своим правилам и обычаям, а не согласно моим диктаторским бредовым фантазиям. Зачем все усложнять? – спрашивали они меня. Настоящему воину нужно только встретиться с врагом и сразить его в честной схватке или самому пасть в битве. Этих бы идиотов в Олидику на экскурсию по местам боевой славы верблюжатников. Думаю, увидев сожженную деревню, заваленную трупами женщин и детей, они сильно изменили бы свое мнение о рамках честной войны. Но, увы. Так что неудивительно, что к тому времени, когда мы вышли на позиции, я уже воспринимал предстоящий бой, как долгожданный конец моим мукам, независимо от результатов его окончания. Накануне послали вызов. А как же без этого? Иначе идиоты пропустят войну. А не знаю, как у врагов. У нас, кажется, все войско только из идиотов и состояло. Так что пришлось уступить требованиям у лодских стратегов-консерваторов, послав Витька как единственного знающего язык. Конечно, отправлять парнишку мне было страшно. Пропадет не за грош. Но дурачина, явно рисуясь перед принцессой, сам неоднократно требовал послать его на подвиг. И на предложенную миссию согласился, не раздумывая. Вот только я, провожая его на этот подвиг, какую-то часть пути до вражеского лагеря, оставшись наедине, малость подкорректировал инструкции. Пошли вы нафиг, дорогие родители воинских традиций. Никакой вам Витек не посол. Витек – обычный перебежчик, который попал в плен во время горской экспедиции верблюжатников, сбежал от засранцев, заставивших его махать кайлом в шахте, и вернулся к добрым дядечкам Аотиеков, принеся им весть о подходящем с юга войске горских партизанин. Все, сообщение «идем на вы» передано, формальности соблюдены. А кто захочет проверить, насколько буквально они соблюдены, пусть учит верблюжачий и поднимает архивы. А нам пришлось идти почти всю ночь, огибая лагерь по дуге, чтобы подойти с востока. Там складки местности были подходящие. Да и... Ну, в общем, к утру верблюжатники обратили свои взоры на юг, выгнав туда свои войска. Благо, битвы с Улотом и другими горными витязями убедили их, что врагу в подобных делах можно доверять. А когда мы появились с запада, верблюжьи всадники увидели горстку вояк, человек в сорок, как полные дебилы, стоявших на холме, и испускающих воинственные вопли. Видно, они углядели в этом какую-то угрозу своему лагерю, фактически оставшемуся без присмотра. А может, просто разозлились на обман или не сочли нас достаточно опасными врагами. Но так или иначе, они, быстро развернув своих скакунов, бросились в атаку на новую цель. За всадниками, постепенно отставая, двинулась пехота. Первая часть моего плана разделить войско противника сработала. Когда до несущегося на нас трое верблюдов осталось меньше двадцати метров, я краем глаза заметил, как наши фланги потекли. Сначала тоненьким ручейком, затем разрушительным потоком. Удерживать я их даже не пытался. И когда почувствовал, что по бокам стало как-то неуютно-свободно, и сам припустил, что есть мочи, удирая от несущейся на нас смерти, еле успев вывернуться из-под копья крайнего всадника. Все, что мне оставалось теперь, это надеяться на то, что сработает моя уловка. Очень длинные копья. Пока мы, носильщики, маячили на холме, изображая из себя грозные войска идиотов под предварительством дебила, сзади, прячась в складках местности, подошло остальное войско. И выстроилось позади нас метрах в десяти-пятнадцати, выставив перед собой дрыны метров шесть-семь длиной, с заточенными и обожженными концами. Для того, чтобы держать, а главное, направлять, упертой пяткой в землю дрын требовалось два человека. Так что дрынов было аж целых тридцать на двенадцать верблюдов. Но самым главным оружием был колдовской антидемонический узор, как же вы меня, козлы, достали, нанесенный на каждое орудие. Что, по уверениям специалиста, то есть меня, позволяло закалывать любого демона, так же, как если бы он был обычным животным, с этакой вундервафлей победа нам была гарантирована. Когда разогнавшиеся верблюды налетели на дрыны, когда раздались их жуткие вопли, смешавшиеся с хрустом ломающегося дерева, воинственными кличами и бряцанием оружия, я, честно говоря, малость подрастерялся. Почему-то не ждал, что будет так громко, и даже застыл на пару мгновений. Не столько от страха, сколько от неожиданности. Но кто-то из разбежавшихся носильщиков задел меня плечом, когда несся обратно громить врага. Так что я тоже ожил. И вовремя. Потому как битва только начиналась. Большая часть верблюдов действительно не смогли остановиться, и налетели на колья. Но не все. И не все налетевшие пали замертво. И никто из всадников не был настолько солидарен со своей животиной, чтобы умереть с ним за компанию. Я успел разглядеть, что как минимум четыре верблюда еще оставались на ногах. А сколько всадников смогло соскочить со своих скотиняк без последствий, в этой неразберихе сосчитать было сложно. А главное, некогда. Один из носильщиков временно мобилизованных воины, наверное, тот самый, что задел меня плечом, несся, выставив свое копье на все еще стоявшего на ногах верблюда. Видимо, цель о скотине вбок. Вот только он не учел сидящего на нем всадника, а может считал демона более опасным. Ошибся. Сверху прилетело копье и мгновенно проткнуло бедолагу. Это послужило мне предупреждением, так что я атаковал ту же цель с куда большей осторожностью. И отбив копье, попытался зацепить всадника крюком, чтобы стащить его на землю. Но первый раз это не удалось. Крюк сорвался. Зато я сумел полоснуть супостата по ноге, а потом со всей дури засадил свое оружие ему в бок. Лезвие ткнулось в медную бляшку на доспехе и ушло в сторону. Зато за нее же зацепился топорик и наконец-то выбил супостата из седла. Правда, упал он по другую сторону верблюда. И хотя мужик был ранен, да еще и крохнулся с немалой высоты, он, пока я оббегал явонную скотиняку, все еще стоящую с меланхолическим видом посреди поля боя, умудрился достать топорик и отмахивался от меня пару минут, лежа на спине или сидя на заднице. И хоть бы одна сволочь помогла. Но как можно? Это же моя добыча, честь и слава. Это оказалось еще одной проблемой, которую я не учел. Местные предпочитали драться один на один, не вмешиваясь в схватки друг дружки. Это долбанное спортсменство уже начало реально доставать. Но, так или иначе, а наша сотня довольно быстро расправилась с оторвавшейся от основных сил дюжиной всадников. Что ни говори, а в личном единоборстве горские спортсмены были хороши. Мы даже успели немного перевести дух, прежде чем подоспела пехота. Отличить коренных АО и Тиеки от забритых в солдаты было несложно. И даже не по черным бородам, или более качественным доспехам и оружию, а по выражениям лиц. Глядя на эти лица, появилось ощущение, что гибель конной элиты не только не ошеломила их, а скорее разозлила. И строй, который они сбили, мало походил на тот строй, что изобразили у лодцы. У последних это было что-то вроде футболистской стенки, или выстраиванием на старте участников забега. Пока они стоят вместе, но по сигналу бросится вперед, торопясь вырвать друг у дружки свой кусочек славы. И нарвутся. У верблюжатников не ниточка вояк, а два плотных, крепких монстра-близнеца, закрывшихся щитами со всех сторон и ощетинившихся копьями. Нечто крепкое и сплоченное, вроде римских центурий или хирда викингов. И тут мне как-то стало не по себе. Я понял, что эти не будут изображать вежливость, давая своим товарищам в одиночку добить славу. А пойдут этакими механическими строедробилками, пробив как два кулака шеренгу у лодцев, потом прикончит распавшихся врагов по одиночке, а потом поделят добычу поровну, не считаясь славой и не хвалясь подвигами. А ведь сзади еще выстроились и четыре оякия, забритых. И если в ближайшие минуты мы не покажем им, что сильнее, все и шло к тому, чтобы воплотить в жизнь мой пессимистический сценарий. Улодцы храбро, но бестолково напали на бронзовотелых монстров, и самые шустрые уже успели пасть под их ударами. Остальные неловко толпились рядом, тщетно выглядывая возможность напасть. Наши к подобной тактике не привыкли. К счастью, на противоположном фланге был Лганки. С его огромным ростом и огромным копьем он мог действовать из-за пределов досягаемости копейщиков Аоэтиеки, а скорость и сила позволяли бить за эту сплоченную стену щитов, безжалостно находя малейшую щель или подрубать ноги. Но с моей стороны никого подобного не было. К счастью, носильщики в этом бою формально подчинялись мне. Я гаркнул и рявкнул, собирая их поближе к себе и раздал ценные указания. Подобрав несколько длинных дрынов, что пережили столкновение с тушами верблюдов, мы, зайдя врагу во фланг, изобразили этакий таран, вдарив по вражнему строю. Нас попробовали принять на щиты, но с каждым дрыном управлялось человека три, и их масса, помноженная на скорость разбега, не оставляла противнику шансов. Впрочем, после первого же удара, строй на долю секунды распался, выдавив из своих рядов трех воинов, которые мгновенно атаковали неповоротливых дрыноносцев. Эх, мне бы догадаться об этом и выставить впереди ребят, задачей которых было бы отражение именно подобной атаки. Увы, не догадался. Моя недогадливость стоила жизни как минимум шести моим воякам. И чуть не стоила жизни мне, поскольку один из Аиотиеки атаковал как раз тот дрын, возле которого я стоял. Я, естественно, попытался этому помешать и как-то быстро лишился протозана, вылетевшего у меня из рук. Меня опять спасли тигриные лапы, которыми я отмахивался от ударов вражеского копья, мысленно благодаря Лганхи, который почти все время, с тех пор, как мы вступили в этот поход, заставлял меня носить их на руках. Все-таки по килограмму бронзы на каждом кулаке это только кажется мало. А походишь так полдня, и руки становятся неподъемными. Наконец, мне удалось схватиться за вражеское копье. Я его дернул на себя и чуть не грохнулся на спину. Коварный враг не стал за него бороться, а просто отпустил, схватившись за клевец. Когда получаешь обитой бронзой палкой по руке, пусть даже и защищенный бронзовым щитком, ощущения те еще. Но к тому времени в моих венах и артериях уже плескался галимый адреналин, и боли как таковой я не чувствовал. Вместо того, чтобы отскочить назад, нежно баюкая занемевшую руку, я пнул врага ногой, изображая старые добрые Майя Гери. Попал куда-то в бедро, предотвратив следующий удар, и ударил кулаком в ответ. Металлические зубы, проскребясь по пластине шлема колпака, прикрывающие уши и щеки противника, врубились в его лицо, пропахав жуткие борозды в живой плоти и кроша зубы. Все-таки килограммовый кастет – это не шутка. Врага аж развернуло от этого удара, и он упал на живот, подставив мне спину и затылок. Вот туда-то я и опустил свой топорик. Можно сказать, что на этом мое участие в бою закончилось в качестве воина. Зато всплыли обязанности продюсера, что в данном случае означало дипломата. Увидев, что плотный вражеский строй разбит усилия Милганхи и моих дреноносцев, а вся битва перешла в стадию отдельных поединков, где мастерство горских витязей-индивидуалистов, помноженное на их количество, по-любому должно принести победу, я поспешил к четырем оставшимся ой-кия. Выкрикивая клич «Мнаукхо». Со мной устремились и пара десятков моих доблестных, разгоряченных битвой дреноносцев, видимо, желающих продолжения банкета. Так что первым делом мне пришлось встать между ними и потенциальными союзниками, предотвращая вероятный конфликт. А ведь я почти неделю объяснял каждому улодскому придурку политические и технические расклады предстоящего сражения, но видно в их головах мало что удержалось от моих разъяснений. Хорошо хоть «Мнаукхо» справился с возложенной на него миссией саботажника и подрывника боевого духа. Уж не зная, чего он там говорил своим приятелям, но те в битву не полезли, даже увидев недвусмысленные приготовления моих вояк. К счастью. Так что я кое-как, оря и матерясь, разогнал Аника воинов по разным углам ринга и приступил к мирным переговорам. От каждой оякия ко мне вышла по паре переговорщиков, а также примкнувшие к ним «Мнаукхо» и «Витек» собственной персоной. «Витька» я на радостях, что живой, даже обнял, а потом надавал подзатыльников, потому как этот придурок порывался бежать в битву, дабы урвать свой кусочек славы. В одетых на него, пусть и плохеньких, но доспехах вербежатников, его бы там убили или враги, или наши. Так что обломись, придурок, похвастаться перед принцессой Асакат своими подвигами тебе не светит. Надо бы ему порчи пригрозить, чтобы губы на сестренку не раскатывал. А то знаю я таких «Витьков». Ну, слава богу, что хоть вышедшие на переговоры мужики оказались жизнью битые, а потому вполне разумные. Излишней верблюды филией они не страдали и героически помирать за своих прежних хозяев не рвались. Я же в ответ пообещал им всяческие ништяки, счастье и возможность проваливать, куда глаза глядят, лишь бы они в драку не лезли. В общем, договорились. Но я успел почувствовать, как очередная скала под названием «Ответственность» рухнула мне на плечи. «Потому как...» А потом главная радость шамана, израненные и покалеченные, которых стаскали ко мне со всех сторон поля, в смутной надежде, что я смогу их починить. Я и чинил, неловко орудуя левой, превратившейся в сплошной синяк рукой, плюясь горькой травкой и вопя матерные частушки, чтобы заглушить стоны и крики, зашиваемых без всякого наркоза. Очень скоро весь запас волшебных травок, что я выклинчил в улоте и запасся по дороге, практически иссяк. Стерильные бинты кончились еще раньше. И я заматывал раны, чем попало. То же самое с нитками и иглой. Когда у тебя почти три десятка раненых, медикаменты заканчиваются с удивительной быстротой. А тем временем наши вояки, гордые своей победой, уже приступили к пьянке и жрачке, без устали рассказывая друг другу о своих подвигах. А я все еще кипятил, чистил и зашивал, как распоследний доктор Айболит, по локте и брови в крови, уже не морщась от запаха крови и испражнений. Ну вас в жопу всех! Отныне я пацифист и сражаюсь только с голодом до обеда и со сном после. Обработав последнего страждущего, я едва нашел в себе силы отмыть руки от крови и мечтал только сожрать кусок мяса и завалиться спать. Но тут подошел Олганхи и сурово спросил, почему я не ободрал скальпы от собственноручно убитых. Пришлось вставать, искать среди раскиданных по степи трупов, того вояку, что чуть не завалил меня, а потом еще и верблюжьего наездника. Всех их благородные улодские рыцари благородно оставили мне, благородно побрезговав чужой добычей. Впрочем, когда зашьешь несколько десятков ран на пока еще живых людях, содрать пару кусков кожи с мертвяков уже не проблема, но и радости особой тоже не доставляет. Нет, точно, с сегодняшнего дня и пацифист, и вегетарианец. Только надеюсь, что эти сволочи оставили мне хотя бы несколько необглоданных костей от тех овечек, что они зарезали в ознаменование своей победы. Вот сейчас набью брюхо мясом последний раз, а потом ни-ни, однозначно подамся в вегетарианцы и хиппи. Глава 18 Раньше я на парадах уважал только проход техники. Вот едет танк, и сразу видно, что это грозно и опасно. А когда солдатики вышагивают, старательно выпячивая грудь, вытягивая носочки и дружно бухая каблучками по брусчатке, что-то в этом есть опера-балетно-постановочная. Но вот когда перед тобой вышагивает тройка О и Кия, демонстрируя всяческие построения и манипуляции с оружием, то иной раз появляется ощущение, что смотришь на те самые танки, и морозец бежит по коже. А волосяной покров на затылке поднимается дыбом. Вроде бы забритые и служат не так долго, по году полтора, и учатся из-под палки. Но когда они вот так вот вышагивают перед тобой, синхронно гремя металлом доспеха и одновременно, втыкая в мягкую землю свои, обутые в портянка тапки ступни, вдруг начинаешь чувствовать, как под тобой в такт их шагам вибрирует земля. Стоящие рядом улодские витязи могут сколько угодно презрительно морщить носики и гордо задирать подбородки. Но я-то вижу, что и их от этих отлаженных механизмов приводят в трепет и смущение. Так им, козлам, и надо. Следующие три дня после битвы наши доблестные вояки только и делали, что отмечали победу. Таков был тут принцип войны. Подрался, напился и ходи задрав нос до следующей драки. Ибо спортсмены. И этим все сказано. Длительные войны тут устраивать было не принято. Торопиться воспользоваться плодами победы тоже. Никаких захватов, стратегических объектов или массированных атак по направлению главного удара. Тупо договорились подраться. Подрались. Разошлись. Две трети войн вообще велись не ради захвата каких-то территорий, материальных выгод или установления единственно правильной религии, социального строя. Потому как все уже давно поделено. Места для жизни хватало. А захваченными территориями невозможно было воспользоваться. Если местное население начнет партизанить. Ну а вера была слишком простой, чтобы не быть одинаковой. Нет. Войны тут велись. Ради демонстрации молодецкой удали и выплеска агрессивно-пассионарной дури за пределы сообщества. Пусть уж лучше буйные идиоты соседей мочат, чем на своих бросаются. Хорошо, хоть запасы пива у верблюжатников были более чем умеренные и закончились в первый же день. Зато жратвы в виде стад овцебыков и овцекоз было еще достаточно. И кажется, наши брабые вояки вознамерились уничтожить ее так же беспощадно, как и уничтожили вражьи полчища. Ведь что ни говори, а битва была великой. И обязательно войдет в аналы истории в виде былин и легенд. И подвиг каждого дурашлепа, махавшего тут дубиной, будет воспет стократно в назидании потомкам и в посрамлении неверующим. Ах, да. Победили в битве, оказывается, исключительно у лоцы. Мы с алганхи, конечно, тоже принимали некоторое участие. Но благодаря мужеству, храбрости и искусству доблестных горских лыцарей, даже мои бессмысленные затеи не смогли испортить битву. А степень заслуг в победе легко оценить по количеству скальпов. Сколько там у этого? Всего два? Даже у парочки носильщиков по три есть. А то, что этот здоровый завалил девятерых, так его истинным спортсменом считать нельзя. И вообще, он огр из сипей, а не человек. Кстати, видал я тут полно профи, блиставших всего одним свежим скальпом, что, впрочем, не мешало им воспевать свои подвиги. Короче, они бухали, а мне вновь пришлось все брать в свои руки. Гонца Клиакаю, ревмал, ставший после гибели к стоя главнокомандующим, послать соизволил, дабы известить мир о своей грандиозной победе. К стой, кстати, схлопотал копьем в брюхо, когда, как истинный вождь, первым полез на Оикия. И потом почти двое суток помирал у меня на руках. Ну вот, послать гонца косакат и охранникам товаров, чтобы известить их об исходе битвы и сказать, чтобы не волновались, даже и не подумал. Также он не подумал о забритых. Четыре дюжины, не считая вырезанных командиров из коленных, вооруженных солдат, стояли у нас под боком. Но гордые витязи предпочитали упорно их не замечать. А ведь только вчера всего лишь две такие же Оикия уполовинили состав нашего войска. Может, именно поэтому не замечают, гордо поднимая глаза и отводя их в сторону. Когда взгляд вдруг натыкается на этих, как будто даже малость пришибленных жизнью мужичков, неторопливо ковыряющихся в обломках лагеря, выискивая что-то, что может пригодиться им для дальнейшего существования. К счастью для лыцарей, Лганхи почти все время находился на дальних выпасах, выбирая для нас стадо. А то как же, тут в загонах. Какая дикость. Паслось аж четыре полноценных стада больших братьев, без должного ухода и выпаса. Они, конечно, представляли собой довольно жалкое зрелище, но в представлении моего друга и мудрого руководителя, человек без скотины – это даже не воин без оружия, это бегун без ног. Так, не человек, а жалкая пародия на такого. И что-то мне подсказывало, что уговорить его оставить этих животин в покое будет очень и очень непросто. Но пусть уж лучше овцебыкам хвосты крутит, чем связывается со спортсменами, которые после битвы чересчур возгордились и стали жутко заносчивыми. Сейчас они настолько возомнили о себе, что, пожалуй, не побоятся хвост задирать даже на победителя Анаксая. А если Лганхи заварят десяток этих уродов на поединках, вряд ли это поспособствует нашим дружеским отношениям с Улотом. И если бы эти сволочи поранили моего приятеля, мне тут Гитиевик, один из командиров забритых, показал хорошую травку, отвар из корешков которой помогает безболезненно избавить смертельно раненого от мук. Котелок, такого варивав котел с кашей для этих уродов, впрочем, не стоит нагнетать, просто тупо достали. Я тоже предпочитал держаться подальше от горских вояк и больше общался с забритыми. Тут был настоящий первобытный интернационал, который, кажется, даже собственным языком начал обзаводиться, составленным из языков всех собранных тут народов, круто разбавленных языком Айиотиеки. Тут были и степняки, и прибрежные, и даже парочка каких-то лесных. Одни даже вроде были помесью Айиотиеки и прибрежного, но, как я заметил, все остальные относились к ним вполне подружески. И сейчас вся эта братья решала, как жить дальше. А главной проблемой было, а я заподозрил появление этой проблемы, когда я еще только допрашивал Мнаукхо, то, что возвращаться-то ребятам некуда. Их родных племен, как правило, уже не существовало. Земли были захвачены верблюжатниками. И, в общем, все было кисло. Кое-кто все же решил уйти. Почти сразу ушло четверо прибрежных, узнавших о находящемся рядом море. Впрочем, через два дня двое из них вернулись. Один решил пока остаться, а другой... В общем, трое степняков, оказавшихся соплеменниками, тоже решили двинуться на вольные хлеба. А к ним, воистину чудо, сказал бы я месяц назад, присоединилась парочка других степняков из каких-то абсолютно иных племен. И вот этот вот вернувшийся прибрежный. Несмотря на разные узоры на мордах, они решили дальше двигаться по жизни вместе. Забрал, с моего позволения, одно небольшое стадо, которое, скрипя сердцем, мог выделить им лганхи. Что ни говори, а это была настоящая революция для людей, раньше считавших всех остальное человечество за рамками своей маленькой группки смертельными врагами. Впрочем, кажется, наши племя уничтожили похожие интернационалисты. И хотел бы я знать, были ли они на стороне верблюжатников или тоже удирали от них. А те, кто остался, пока пребывали в растерянности. Для них мир второй раз за последний год-два встал с ног на голову. Непобедимые и ужасные оказались биты. Несвобода, с которой уже смирились, вдруг исчезла, вроде бы. Но и прежние времена, естественно, не вернулись. Как жить? Увы, все, чем я мог им помочь, это посоветовать держаться вместе. И сформировать три полноценные оекия. Да не забывать навыков, полученных на службе у верблюжатников. И тут как раз пожаловал Лиакай. Сам. Лично. И так быстро. Хотя неудивительно. Он-то шел по прямой дороге, а не обходными путями. Добрый дедушка Лиакай. Они меня обидели. Вот краткая формулировка моего длительного и подробного доклада царю царей. Господи, кто бы мог подумать, что будет так приятно встретить этого хладнокровного и жестокого тирана. И выплакать ему в жилетку все свои обиды и огорчения. Уж добрый дедушка Лиакай, не какой-то там тупица и солдафон ревмал. Он поймет, он оценит, он похвалит, погладит по голове и даст конфетку. А самое главное, снимет с моих плеч груз ответственности и взвалит их на свои, широкие и могучие. Дедушка понял, дедушка оценил, дедушка даже похвалить изволил. Но в остальном... В общем, никакой ты, дедушка, нифига не тиран. Ты в натуре демократ, если не сказать грубее. Вместо того, чтобы рябкнуть и милостиво повелеться изволить, благоговейно внимающим подданным, поменять менталитет и жизненные ориентиры, он начал объяснять мне особенности восприятия электората и про необходимость считаться с общественным мнением. И доболтался до того, что, по сути, должность его выборная и, хотя, отчасти и передается по наследству. Однако... Короче, не надо мне рассказывать. Про дворцовые перевороты я, дедушка, читал побольше тебя и про гвардию, охраняющую трон от лиц ее не устраивающих, тоже. Я же догадываюсь, что приказ к завтрашнему дню всем стать умными не может отдать даже самый абсолютный из абсолютнейших монархов. Так что облом. А что же делать? Ты же показал, что врагов можно победить. Утешил меня добрый дедушка. И показал, как они не дураки. Не настолько дураки, чтобы не воспользоваться твоей подсказкой, когда их действительно сильно прижмет. К тому же путь к морю теперь открыт. Вот только остались ли прибрежные племена, которые отвезут мои товары. Но и это неважно. Ты уже сделал больше, чем я рассчитывал. Не только указав на слабое место наших врагов, но и показав, как их можно разбить. Наверное, ты и впрямь, великий шаман, раз тебе под силу такое. Значит, очень длинные копья? Ну да, уныло подтвердил я. Копья. Можно еще коле перед собой в землю вбивать, веревки вешать, рогатки всякие делать, да хоть плетень сплести. Можно колючки кидать, ямы рыть. В общем, все, что может остановить большого зверя. Только вот не звери, пусть они даже отчасти и демоны, самые страшные. Ты просто не видел их бойцов. Накопившееся раздражение прорвалось, и я уже почти орал. От тех, кто ехал на верблюдах, погибла лишь пара-тройка твоих воинов, а еще три десятка завалила пехота. Двадцать четыре человека. Я даже продемонстрировал, сколько это на пальцах, хотя счет у горцев, занимающихся торговлей и ремесленничеством, был развит куда лучше. Двадцать четыре человека. Завалили три десятка твоих крутых вояк, и столько же поранили. И вполне может быть, что из тех раненых еще человек пять помрет. И если бы не Лганхи и наши колья, завалило бы еще больше. Они? Просто они умеют драться по-другому. Они не... В общем, тебе это надо увидеть. В моей голове вспыхнул маленький огонечек надежды. — Завтра утром, — предложил я Леокаю, — выходи на север от лагеря. Я попрошу забритых показать тебе, как воюют айотиеки. — А почему ты называешь их забритыми? Долго ждать Леокая не пришлось. Он явился с самого утра. Да не один, а в сопровождении вояк, и участвовавших в битве, и уже после пришедших вместе с ним. Этакая приемная комиссия. Ну так даже и лучше. Я махнул рукой. Гетиевик пропел приказ. И началась демонстрация. Все-таки мудрые люди были эти древние шумеры, когда вводили свою двенадцатиричную систему. И айотиеки, похоже, в этом ненамного от них отстали. Отряд из двенадцати человек, в отличие от десятка, может прекрасно выстроиться в одну, две и три шеренки. Может двигаться атакующим прямоугольником. Три на четыре. Или, соединив несколько оякия, мгновенно собрать из этих кирпичиков сплошную стену. А можно встать уступами или в шахматном порядке. Короче, я и сам не ожидал, что это будет так... Зрелищно? Опасно? Отработано до мельчащих мелочей? Наверное, все вместе и ничего общего. Это даже не было похоже на парады моего времени, когда солдаты специально репетируют, чтобы пройти красиво, синхронно и зрелищно. Нет. Тут все было реально, и каждое движение отшлифовано. Даже не людьми, а опытом многих лет и множества боев. Ничего лишнего или надуманного. Интервалы и дистанции, проверенный до миллиметров компромисс между плотностью строя и возможностью маневрировать и сражаться. Соударение щитов в конце маневра не зрелищный брямс на публику, а страховка от щелей в строю. Синхронная ходьба в ногу и повороты через левое плечо. Гарантия не запутаться и не развалить строй во время передвижения. Как командир оказывался всегда в первом ряду на правом фланге, для меня так и осталось загадкой. Все это было абсолютно по-другому. По сравнению с торговцами, не говоря уже о степняках, это была новая ступенька в развитии военного дела. И особенно важно было даже не то, что аиотиеки умели это сами, а то, что у них была школа и методики. Как обучить этому никогда раньше не видевших строя и толком не говорящих на их языке дикарей. Это как переход от камня к бронзе, а потом железу, абсолютно другой тип цивилизации. Драться с аиотиеками, прежними методами, это как выходить с копьем против ружья. Вот только понимают ли это собравшиеся вокруг меня гордые воители. Я поглядел на ближайших соседей. Увы, нет. Чувствовалось, что все это производит на них впечатление. Отчасти даже пугает и заставляет задуматься. Вот только в глазах у них не желание научиться так же, а в лучшем случае желание понять, как с этим можно бороться. А в худшем – сделать вид, что ничего этого нет. Потому что для того, чтобы научиться так, надо отбросить самомнение, неуемную гордость и пафос мега крутых вояк, перекинувшихся из крутых лыцарей в серенькую пехоту. А такое спортсменам не дано. Отказаться от желания выделиться и почемпионствовать можно только ради защиты своей земли, родных, может быть, религии. А эти ребята забыли, что это такое, сотни лет участвуя в спартакиадах и чемпионатах. Увы. Даже и не знаю, откуда они появились. Оба. И так вовремя. Полдня мы смотрели на маневры. Потом много говорили улодские вояки. В основном про свои традиции и зафигительную храбрость. Потом Лиакай много говорил со мной наедине. А потом я словно бы выпал из реальности. Даже не знаю, как я там очутился. И откуда у меня оказался этот кувшин с пивом. Забористое, надо сказать, было пивко. Явно из Лиакаевских закромов. Так что видно, либо он мне его презентовал, либо я его у него упер. Да и пофигу. Я сидел на пригорочке и тупо напивался. У меня вдруг начался отходняк. По-хорошему-то он должен был начаться еще три дня назад. Сразу после сражения. Но тогда сначала дипломатическая работа, а потом раненые. Да и еще разные лезущие в голову мысли. Как-то было не до этого. Не до того, чтобы расслабиться, запоздало подражать от страха. Вспомнить, как я его, и как он чуть меня не. Сказать лишний раз спасибо тому безымянному башку, что присматривает за дураками. Чуток погордиться и малость потасковать. Все какая-то суета, какие-то заботы и люди, которым от меня что-то надо. А тут вдруг резко оказался никому не нужен, со своими передовыми идеями и экстрамодерновыми взглядами на жизнь. Глаза как-то неожиданно зацепились за луну во время очередного мощного глотка из кувшина. Да там и остались. А из глотки вдруг само собой полилось. «Черный ворон, да что ты вьешься, да над моею головой». Потом «Ой, то не вечер», потом «Почему-то Цоевская пачка сигарет». Хрен его знает, что там было с вокалом и попаданием в ноты. Это даже не было пением, а скорее уж волчьим воем на луну, бесприютным и тоскливым. И этот вой разносился над степью и над внезапно замолчавшим лагерем. А может, насчет молчания мне только показалось? Просто я заглушал своим воем все остальные звуки. А потом подошли они. Как ни странно, оба. Хотя почему странно? Я же сам еще вчера послал человека за Лганхи, да и Ассакат давно уже должна была тут появиться. «О чем ты, Камлау, так?» спросил мой мудрый вождь и предводитель, подсаживаясь рядом и как-то слишком уж заботливо заглядывая в глаза. «Говорил с духами прошлого и грядущего», ответил я ему, вливая очередной глоток в пересохшую глотку и передавая кувшин. «Наших навестил там. Тебе от Нарадху привет. Велел передавать, что он тобой очень доволен. А шаман меня ругал. И лечу я плохо, и с духами разговариваю, как дебил. Не так, да не о том. А, впрочем, он вечно ко мне придирался». «А моих?» с надеждой и страхом спросил Ассакат. «Нет, извини», ответил я, потому что врать сегодня не хотелось. «Как-то... как-то не встретились». «Они же не степняки», счел нужным пояснить Олганхе, передавая кувшин сестренке. «Ну, может, в другой раз. А что духи говорят?» «Говорят, жопа». Это слово я сказал по-русски. «Говорят, много нового происходит в мире. И он больше никогда не станет прежним. Хотя ничего-то в нем не изменится. Люди по-прежнему будут убивать друг друга из-за разной хрени. И неважно чем, дубинами или термоядерными бомбами. И по-прежнему будут помирать из-за собственной глупости». «Ты из-за этого грустишь?» «Нет, потому что все на смарку. А я дебил. Сколько народу понапрасну загубил. Захотел, видишь ли, изменить людей. Стать героем? Спасти улот? А нафига мне это нужно, если они сами этого не хотят? Три десятков трупов у нас. И еще неизвестно, сколько помрет. А четверо калеками останутся. И ради чего?» «Асакат, передавай кувшинта. Длинный глоток». «Вот ты мне говоришь, шумеры!» Запальчив заявил я, обличительно ткнув пальцем в лганхи. «Год на двенадцать месяцев поделили. Сутки на двадцать четыре часа. Окружность на триста шестьдесят градусов. А где они, твои сраные шумеры? А нету твоих шумеров?» «На вот, выпей за упокой их шумерских душ и дальше кувшин передавай». «Пришли те, кто пошустрее, подисциплинированнее и злее и схорчили твоих гребанных шумеров вместе с их клинописью и двенадцатиричной системой. А хрен ли я тогда перед этими балбесами распинаюсь? Хотят жить, как прапрапрадедушки завещали. Вот пусть и валят к своим прадедушкам в преисподнюю. На их место придут другие, более продвинутые и цивилизованные. Как сказали классики, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. А народ? А что народ? Вон тот же Мнаухо. Ноет и скулит, что обидели. А дети его будут себя уже аиотиеками считать. А внуки еще и хвалиться, как их дедушка громил диких варваров, что пачкали с собой эти равнины и горы до появления тут нормальных людей. Потому как нормальная империя подразумевает некое равенство граждан, независимо от национальности. Кто опять кувшин зажал? Так вот, если эти аиотиеки не совсем дебилы, то вырежут только самых тупых и наглых. Вон тех, что из себя крутых вояк корчат. А простой крестьянин помыкается поколению другое, а потом привыкнет и еще радоваться будет, что в империю попал. А если эти верблюжатники такие идиоты, что начнут народ резать, ни хрена у них империи не получится. Либо исчезнут в бесконечных войнах, либо придет кто по цивилизовании. И кранты тебе, крестьянская лошадка. А вот хрен ли я, спрашивается, себе тут душу рву и пытаюсь чего-то доказать. Да пошли они все нафиг. Возьмем больших братьев, Ассакат, Витька, может, тоже возьмем хороший парень. Вот, короче, и ломанем на восток в поисках приключений и более разумных народов. А эти пусть живут как знают. Где кувшин-то? Да пили? Вот так всегда. Утром, как ни странно, проснулся достаточно бодрым. Правда, и утро-то было отнюдь не ранним. Солнышко жарило уже почти из-под самого зенита. Зато, хоть башка после вчерашнего, конечно, болела, но на душе было легко и светло. Одно единственное решение – пустить все на самотек и ничем, кроме себя любимого, не интересоваться – восстановило гармонию и порядок в моей душе. Не торопясь встал, не торопясь умылся, пожрал остатки вчерашней козлятины и улегся на ближайшем пригорке, подставив и без того черное пузо еще теплым лучам осеннего солнца. Офигеть! Скоро уже год будет, как мы с лаганхи одни остались. Трудно поверить, что еще год назад я бродил вместе с племенем в качестве раба и дебила, смирившегося со своей судьбой. Научился находить мелкие радости в чувстве сытости, тепла, от получения новых обносков или авторитета среди малышни, но обреченный терпеть пинки и унижения. Просто в силу того, что не смог убедить окружающих в своей разумности и полезности. А сегодня я... Хрен его знает, кто я. Скиталец? Скорее всего. Жулик? Наверное, да. Великий шаман? Отчасти. Верно. Могу ли я гордиться собой? Наверное, могу. Должен ли? Лучше не стоит. В этом мире приобретенная репутация – это все, но это все не защищает от реальности и способно принести куда больше вреда, чем пользы. Люди могут верить, что ты умеешь летать или что вражеское копье отскочит от твоей шкуры и потому столкнут тебя со скалы или ткнут копьем просто из чистого детского любопытства. Утрирую, конечно, но смысл уверен. Надо помнить, что летать я могу только сверху вниз. И не то, что копье, даже щепка при случае превратит мою шкуру в заготовку для дуршлага. Ля Кай прав. Если слишком много врать людям, можно запросто сыграть в ящик. Мое вранье они еще простят, а вот собственное разочарование в чуде – никогда. Скорее уж мою неспособность сотворить очередное чудо они отнесут насчет нежелания, обусловленного общей подлючестью и гнусоватостью моей личности, чем невозможности чуда в принципе. А к подобным типам разговор тут, да и везде, короткий. Так что мне надо, исходя из вышеперечисленного, научиться как-то следить за базаром и умерить свои амбиции. Тем более, что мы отправляемся в края, где нас никто не знает. А значит, можно заняться созданием подходящей репутации. «Царь царей Лиакай на пир зовет», – вторглась в мои раздумья Асакат. «Надо идти». «Да ну их!» – лениво ответил я. «Без меня обойдутся. Опять слушать, какие они герои и храбрецы. Да еще с самого утра увольте. Если бы эти вояки так сражались, как жрут, в округе уже давно бы не осталось ни одного верблюжатника. «Царь царей Лиакай велел тебе быть!» «Ну, раз велел, придется идти. Добрый дедушка Лиакай не та персона, с кем допустимо манкировать контрвизитом. Ну, да и кто знает, может, на сегодняшнем перу он соблаговолит огласить какие-то выводы из вчерашней демонстрации и долгих нудных разговоров и объяснений. Собрался, нацепил воинский пояс, на который чья-то заботливая рука, а сакад, конечно, кому же еще, уже нашило два новых скальпа, подхватил протазан и пошел. И вдруг снова удивился, насколько легко и естественно это у меня получилось. Увешался оружием, будто ширинку застегнул. А еще год назад предпочитал держаться поближе к бабам и детям, потому как считал, что в степи для такого, как я, слишком опасно». На перу нас салганхи опять усадили на почетные места, даже на самые почетные. Как раз сразу по правую руку от царя царей, хотя обычно сажали где-то пятыми-шестыми, а то и вовсе по левую руку. Приятно, конечно, но почему-то настораживает. Сначала ясное дело выпили за царя царей и храбрых улодских лыцарей. Все это было пока только разминкой. Поскольку часов ни у кого не было, то время определялось с точностью до обеда и после обеда. Потому позванные на пир могли подтягиваться на него в течение часа, а то и двух. Из-за чего традиционно все сколь-нибудь значительные события приурочивались к его середине. Так что искусство не набухаться в самом начале тоже было своеобразным достоинством местного политика и царедворца. Ну, в общем, когда подошло время, Лиакай толкнул речь, в которой облизал нас с Алганхи с ног до головы. Обычно столько хороших слов о себе простой человек, от которого власть имущему ничего не надо, может услышать разве что на собственных похоронах. А с другой стороны, что-то в этой неприкрытой лесте все-таки есть. Вроде и заставляет насторожиться. А приятно. Впрочем, мои главные подвиги и достижения в организации сражения и победе были как-то упомянуты вскользь. Видно, все-таки Лиакай не хотел лишний раз конфликтовать со своими гвардейцами. А вот зато Лганхи был отмечен особо и в лучших традициях спортсменства. У него-то и самые высокие показатели по скальпам были, и безупречная техника выпускания кишок, и художественное исполнение проламывания голов на самом высоком уровне. Короче, все судьи ставят 10 из 10. И Лганхи торжественно провозглашается чемпионом. Гы, Лиакай уел своих выпендрежников их же оружием. Сами хвастались, у кого больше скальпов, кто первый на кого напал. Да как красиво супостата сделал. Вот и получите. До результатов Лганхи вам как участникам специальной олимпиады до олимпийского чемпиона. Специальная олимпиада олимпиада для особенных людей. Про участников подобных олимпиад говорят, даже если ты выиграл, ты все равно дебил. В общем, я слушал и наслаждался, даже не особо пытаясь понять, к чему вообще все эти словословия. Просто тащился от козьей морды, которую Лиакай сотворил своим воякам. Но тут вдруг речь резко пошла о том, что, дескать, и Лганхи, и бегающий за ним придурочный шаман, суть чужаки в улоте. И тот факт, что они полезли за этот самый улот биться, это, с одной стороны, конечно, прекрасно и замечательно. А вот, с другой, чуть ли не плевок в морду всему улотскому воинству. И, мол, единственная возможность восстановить свою честь, это отблагодарить великого вождя Лганхи так, чтобы слава о подобном подарке своим громом заглушало бы даже славу от столь великой победы. Оно, конечно, сказано было не так. Голая суть была глубоко запрятана под кружева словословий, рюшечек и оборочек. Но я вдруг как-то резко насторожился. И даже не соприкасаясь с приятелем локтями, вдруг почувствовал, как он закаменел в недоверчивой надежде. А Лиакай, тем временем, заливался, рассказывая историю, приключившуюся во время его прадедушки. В тусклом свете факела, освещавшего густые клубы пыли на полу и стенах сверхсекретного отделения сокровищницы царя-царей у лота, мелькнул знакомый блеск. Настолько знакомый, что я даже не сразу врубился в то, что вижу. Ну, подумаешь, железяка какая-то. «Железяка?» «Я знаю, что ты его не заслужил», ответил мне царь-царей Лиакай, спустя пару-тройку часов после дарения. «Но что мне оставалось делать?» После торжественной части пир быстро перешел в терминальную стадию. Все по-черному бухали и обжирались, забыв всякие приличия. Все-таки не каждый день величайшие сокровища царства на твоих глазах переходят из рук в руки. Так что все приглашенные, за исключением разве что Лганхи, пьяного без посредства всякого пива, меня да Лиакая, к тому времени убухались в полную зюзю. Потому-то я и воспользовался моментом, чтобы подкрасться к царю царей и задать наконец мучающий меня вопрос «Какого хрена?» Ибо без ответа на него мне и пиво в рот не лезло. «Это произошло еще при моем прадедушке», начал толкать свою речь Лиакай. «От неба отвалился кусок и упал прямо ему под ноги. Он был так горяч, что даже светился, и шаман Огстай, схвативший его, обжег руку так сильно, что больше не смог ей пользоваться. Но небо приняло эту жертву, и отвалившийся от него кусок постепенно остыл и стал крепким и твердым. Огстай прожил еще полтора десятка лет, но кусок неба выпил из него его душу, потому что ничем другим он больше в жизни не интересовался. Он то камлал, пытаясь в видениях постигнуть суть происшедшего, то пытался обрабатывать кусок неба, надеясь передать ему те формы, что духи подсказывали в его видениях. После того, как Огстай умер, за дело взялся его ученик. Он тоже всю жизнь положил на постижение куска неба и, наконец, смог постигнуть и увидеть и тогда создал это. Да, железяка, такая банальная в моем мире и такая удивительная тут, но мало того, что железяка, то, что передо мной лежало, на любом оружейном форуме назвали бы банальный шестопер. Собственно, железным, а может даже и стальным, была только верхняя ударная часть, а метровая рукоять обычное железное дерево, из которого степняки делали копья, сверху обитая бронзой. Зато эта ударная часть была хороша. Если бы не некоторые ненужные хохоряшки и украшульки на бронзовой трубке, прикрывающей рукоять, оружие вполне можно было признать плодом творчества современных 21 веку дизайнеров. Длинные сантиметров по 25 лезвия перья, сантиметра по 3-4 шириной возле рукояти, они по серповидной дуге расширяются почти у самой вершины, до 7-8 сантиметров, образуя ударный угол, а потом опять уходят уже по обратной дуге, изображая эдакий набалдашник. Если врезать этим углом, он прорубит любой доспех, а если потом еще и на себя потянуть, появятся жуткие ранные разрезы, но если даже лезвие не прорубит доспеха, силы удара переломают противнику все кости. Весу в шестопере было этак килограммов 2-3, а рычаг в виде метровой рукояти придавал этим килограммам высокую скорость и разрушительную силу. По мне, так штука была тяжеловата, учитывая длинную рукоять. Этакой штукой быстро умахаешься, а то и улетишь вслед за ней, промахнувшись мимо цели. Но в руках Лаганхи шестопер оказался игрушкой. Смертельно опасной, впрочем, игрушкой. Этот дилда будет махать им как дитё погремушкой, круша вражья черепа. Но самое главное было в легенде. Может, бронзовый шестопер был бы не намного хуже, а в опытных руках даже мечи степняков были бы не менее убойным и опасным оружием. Кстати, мне тут раскрыли сутью бронзовыми прутками использовали в горах как своеобразную валюту. Ну, а степнякам продавали по сговору царей горских царств втридорога вместо куда более легких и рациональных кинжалов, топоров и прочего оружия, которое выгоднее было продавать вдоль побережья или вообще отсылать за 3-9 земель. Чистый Джексонов веник. Но легенда. Что не говори, а вещь волшебная, сделанная из куска и хрен с ним, что на этом вся волшебность заканчивается. Вот он, тот самый волшебный меч, что я когда-то обещал Лганхи. Правда, как я сам размышлял сегодня утром, волшебство редко выдерживает столкновение с реальностью. Видно, потому его столько лет и хранили в тайной кладовой, вместо того, чтобы вручить какому-нибудь крутому вояке для сокрушения врагов Отечества. Но Лганхи как раз тот парень, что сможет поддержать репутацию этого оружия на должной высоте. Уж в его-то руках оно просто обязано стать непобедимым кошмаром для всех врагов, сомневающихся и просто косо посмотревших. Но почему? Я-то, честно говоря, был уверен, что Лиакай, когда пообещал нам эту штуку в уплату за труды, лишь подвесил морковку перед нашим носом. И теперь мы будем бежать за этой морковкой, что есть сил. И сколько бы мы не сделали для спасения улота и победы над верближатниками, все это окажется недостойным волшебного оружия. Всего лишь одна битва. Не самая удачная и по сути своей ничего не решающая. И вдруг сразу главный приз. Почему? Но что мне оставалось сделать? Грустно развел руками Лиакай. Мои воины сильно недовольны. Они потому и задирают так носы, что знают. Без вас у них бы ничего не получилось. Ты придумал проколья, наколдовал, чтобы половина врагов не пошла в битву и чтобы враги выстрелились не там, где должна была быть битва. А потом разделились и напали по раздельности. А твой вождь показал, что он может биться лучше любого моего воина. Но все это они бы еще стерпели. Но ты на этом не успокоился и начал тыкать их носом в умение ваших врагов драться по-иному. И даже показал и вечно напоминал про цену, которую они заплатили за свою победу. За каждого убитого вербюжатника один наш убитый и один раненый. Ты их сильно задел. Они это знают, но никогда не признаются в этом, даже сами себе. Воин, признавая свою слабость, и впрямь делается слабее. Потому вам сейчас лучше уйти. Пройдет немного времени, и они забудут, или сделают вид, что забыли про вас. Тогда они сами придумают длинные копья, и эти твои рогатки, колючки и ямы, про которые ты мне рассказывал, начнут пробовать двигаться так же, как те. Может, еще что-то придумают, а я помогу. Но пока здесь вы, они из чистого упрямства не захотят принимать новшества, показывая, что признали свою слабость и твою правоту, даже если я буду на этом настаивать. Потому-то вам лучше уйти, мне будет проще, а вам спокойнее. А Асакат? Пусть девчонка сама решает, махнул рукой царь царей. Если захочет пойти с вами, препятствовать я не стану. А как насчет тех ребят, что я сманил у верблюжатников? Ты не заберешь их себе? Они могут многому научить вас. Могут, но мои их не примут. Пошли их к мордую, посоветовал я. Мордой сейчас не в том положении, чтобы особо выбирать, от кого получить помощь. Верблюжатники ушли из Оли Дики. Как-то устало ответил Лиакай. Не все оставили такой же лагерь в степи, а сами отошли на запад. Как ты думаешь, почему? Их верблюды и скот съели всю траву, предложил я. Вот им и пришлось идти туда, где она еще осталась. Но думаю, они еще вернутся. «Это тебе духи сказали?» «Ага, страшный дух Вячеслав Семенович. Он там у духа вносит титул препод по истории и любит изводить людей домашними заданиями, проверочными работами и внезапными опросами». «Да, наверное, и правда страшный», согласился со мной Лиакай. «Кажется, из всей этой лабуды понявший только страшный и дух». «Так куда же нам идти?» «Вам решать». ответил мне царь-царей улота Лиакай. «Я не могу вам приказывать». Эпилог Утром ко мне подошел Лганхи и, не сводя влюбленного взгляда с новой цацки и даже как-то нежно ее поглаживая, немного смущаясь, сказал «Тут царь-царей Лиакай попросил одну вещь для него сделать. Я подумал, что надо согласиться. Он ведь все-таки нам такой дар сделал». «Сука ты, Лиакай!» Захотелось вдруг крикнуть мне. «Все-таки отловил ты нас за жабры и усадил на кукан». «Теперь мы будем вечно тебе должны». Но почему-то почувствовал, что злость это не настоящее. Все равно надо куда-то идти. Так почему бы и не туда, куда пошлет добрый деду...» Конец первого свитка Сентябрь 2011 года Январь 2012 Читал Тед Ноябрь 2016 года Сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь